Всех приветствую! Продолжаем бродить по залам главного штаба Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Работа Анри Эдмона Кросса. Она называется «Вид на церковь Сан-Мария Дель-Анджели. Близ Ассизи». 1909 год. Холст Масла. 73 на 92. Год поступления 1948. Андри Эдмон Кросс. Французский художник. Один из крупнейших представителей неоимпрессионизма. Настоящее имя Андри Эдмон Делакруа. В 1881 году перевел свою фамилию с французского на английский, чтобы не оказаться в тени художника Ежена Делакруа. Позже, в 1886 году, еще раз сменил имя на Андри Эдмон Кросс, чтобы отмежеваться от французского скульптора Анри Кросса. В 1890-е годы работает вместе с синьяком, входит в группу неоимпрессионистов. Регулярно выставляется до конца дней, следует принципам пуантилизма. Пуантилизм – стилистическое направление в живописи неопрессионизма, которое возникло во Франции около 1885 года, в основе которого лежит манера письма раздельными неизолированными мазками правильной формы, точечной или прямоугольной. Характеризуется отказом от физического смешения красок ради оптического эффекта, так написано в Википедии. В 1904 году встречается с Анри Матисом, переживает плодотворный завершающий период творчества, обращается к мифологическим мотивам. В поздних работах чувствуется итальянское влияние, более мягкий стиль и не столь систематизированная техника рисунка. Имя этого художника упоминается рядом с именами таких грандов живописи, как Жорж Сераа и Пол Синьяк. Красивая и интересная работа, яркая, красочная. Вот такое описание нашел в интернете к работе Андри Эдмон Кросс Делакруа, вид на церковь Санта-Мария де Ле Анжели близ Осизии, 1909 год. Работа находится в главном штабе Эрмитаж Санкт-Петербурга. Пока-пока, до свидания. Получите удовольствие от этой картины. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok